Случалось с вами такое, что у вас заканчивались темы для разговора. Парни, это происходит с каждым из нас. Но искусство поддерживать беседу позволяет вам лучше узнать человека. Один из приемов превосходных собеседников – они умеют задавать вопросы, чтобы начать беседу или чтобы ее поддержать. Сегодня я дам вам целый список вопросов для поддержания беседы. Чисто из любопытства. С кем ты чаще всего переписываешься? Это ненавязчивый вопрос, но можно сильно удивиться, получив ответ. Если она отвечает мама или сестра, то это может означать, что у нее сильные семейные ценности. Если с коллегами по работе важную роль играет карьера, с бывшим парнем, тогда он не такой уж и бывший. Какая работа твоей мечты? Мне нравится этот вопрос, потому что он вдохновляющий. Тебе надо сделать так, чтобы она подумала за пределами обыденного. О чем-то, о чем она не думала сегодня, на этой неделе или уже очень давно. Этот вопрос безопасный, позитивный и человек будет ассоциировать тебя с ним. Как ты проводишь свое утро? У тебя есть утренний ритуал? Это, кстати, многое расскажет о человеке. Она может сказать, что нет никакого распорядка, все происходит хаотично. Или наоборот, у нее все структурировано и она может даже выслать тебе свой распорядок. Конечно, это уже может быть чересчур. Больше, чем надо знать, но спасибо. Ну или она может сказать, что уже давно хочет составить распорядок и работает над этим. То, скорее всего, это прокрастинатор. Что тебя раздражает? Это забавный вопрос. Несмотря на то, что вы говорите о чем-то негативном, когда вы говорите о раздражителях, то люди могут открыться и поделиться с вами тем, что их просто выводит из себя. И если вы действительно слушаете и запоминаете, то это может стать очень ценным для ваших будущих отношений. Скажем, уже через пару месяцев вы разговариваете и замечаете тот самый раздражитель, вы можете обсудить это. Человек поймет, что вы его действительно слушали и это может стать какой-то шуткой, между которой вы делитесь. Если бы тебе дали миллион долларов, что бы ты сделала? Это интересный вопрос, потому что это не такая прям громадная сумма денег, после которой можно сразу уйти на пенсию. Но немалая. Самое интересное, что то, как человек поступит с этими деньгами, покажет тебе, как этот человек думает. Продолжит ли она учиться или бросит университет, уволится с работы или сделает изменения в своей карьере, сменит фокус, может она сделает пожертвования. Или человек спросит, уплачены ли уже налоги. Так что это действительно занятный вопрос, как некое упражнение на мышление, чтобы понять, как человек мыслит и как бы он поступил с довольно приличной суммой денег. А что бы вы сделали с миллионом долларов? Пишите в комментариях. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? Снова забавный вопрос, который дает нам понять о том, как человек думает. Лично я верю в любовь с первого взгляда. Моя жена. Это делает нашу историю такой уникальной. При этом я знаю очень многих, которые не верят в это, но они тоже нашли свою вторую половинку. Кстати, это еще один вопрос. Веришь ли ты во вторую половинку? Но в целом говорить о любви, об отношениях интересно, особенно если это кто-то, кому вы испытываете симпатию. Выглядит как ничего серьезного, но тем не менее вы погружаетесь в то, как человек мыслит. Веришь ли ты в удачу? Очень похож на предыдущий вопрос, за исключением того, что его можно задать абсолютно любому человеку в вашем кругу. И на мой взгляд это интересный вопрос, потому что у некоторых людей, например, если это статист, может быть целое определение, что такое удача. Другие да, они верят в нее, могут рассказать даже целые истории, как люди в их жизни были невероятно удачливыми. У каждого есть история про удачу или неудачу, и они будут рады ей поделиться. Расскажи о себе. Очень простой, но недооцененный вопрос. Из-за того, что он такой открытый, люди могут рассказать вам что угодно. Начиная от того, что у них на уме, до каких-либо историй из детства. Но расскажи мне о себе или расскажи, как твои дела. Такие простые вопросы. Поверьте, многие люди не так часто слышат такой вопрос. У них не всегда есть кому открыться. Так что это может открыть для вас человека. Может случиться, что для вас это будет слишком много. Но это отличный способ, чтобы поддержать беседу. И если последний вопрос не сдвинул вашу беседу, то спросите «Расскажи свою историю». Это еще один открытый вопрос, и он приглашает собеседника на более глубокий разговор. Наверное, не подойдет для переписки. Но если вы говорите по телефону или делаете видеозвонок, то может стать отличной возможностью сделать так, чтобы собеседник говорил о себе в течение нескольких минут. Каждый убежден в том, что у него есть интересная история, потому что это их жизнь, их путь, и они хотят этим поделиться. А если последний вопрос слишком глубокий, давайте спросим что-то попроще. Что ты делала на прошлых выходных? Что будешь делать на этих выходных? Когда ты спрашиваешь человека о выходных, то часто можно услышать, чем они занимаются в свободное время. И мне нравятся такие вопросы, потому что ты узнаешь увлечение человека, и такие вопросы двигают беседу с места. Веришь ли ты в инопланетян? Веришь ли ты, что где-то во вселенной есть разумная жизнь? Мне нравится этот вопрос. Мне он настолько нравится, что я раньше задавал его на собеседованиях, потому что он сбивает людей с толку. Он также возвращает нас, так скажем, в детство, во время открытий, что может быть там за горизонтом. И таким образом мы многое узнаем о людях. Некоторые напрочь отрицают, у них есть свои причины. Другие более открыты к такой мысли. Я много слышал на этот счет. Так что, возможно, это и правда. Так что да, это забавный вопрос, он раскрепощает людей, и иногда можно получить удивительные ответы. Как твоя неделя? Мне нравится этот вопрос, потому что он невероятно простой, но если его задавать в подходящий момент, то он может стать отправной точкой, когда человек откроется вам. Будь это плохой день или хороший, люди хотят поделиться. А этот вопрос, он приглашает их сделать это. О, слушай, произошло что-то невероятное. Или поверить не могу, что это произошло. Именно таким образом люди создают связь. Они делятся маленькими моментами из жизни. Почему ты скучаешь из детства? И мне нравится этот вопрос, хотя на него не так просто ответить. Лично я много почему скучаю из детства. В детстве мне так много всего нравилось. Я ощущал так много потенциала и возможностей. Я ощущал, что могу сделать все что угодно. Сегодня, да, я уже прожил пару лет, и наверное, у меня уже нет так много времени, чтобы успеть все сделать. Поэтому вернуть меня обратно к тем ощущениям, это отличный способ снова вызвать положительные ассоциации с вами. И такой вопрос заставляет людей вспоминать одно за другим, и беседа двигается вперед. Какое видео смотреть далее? Как насчет секретов языка тела, чтобы моментально начать выглядеть более привлекательным. Мне нравится это видео, потому что вы сразу можете применить на практике советы, которые сделают вас более привлекательным мужчиной. Так что смотрите.